Сургутские медики Врачи оценивают как стабильное. Отмечу, в прошлом году сотрудник скорой медпомощи Руслан Бацазов выезжал на подобный вызов. Я работаю на скорой 8 лет. К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. Причем родители бывают, в этот момент находятся дома, отходят в какую-то комнату другую, или в ванну по своим делам, своими какими-то делами, они успевают отвлечься буквально на 3-5 минут, и в это время происходят такие случаи. Очень часто, особенно летом, когда окна открыты. Мариуполь глазами врача. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и еще несколько врачей две недели провели в составе гуманитарного добровольческого корпуса на Донбассе. В своем телеграм-канале он рассказывает о том, как они помогали раненым людям. Медики работали в областной больнице интенсивного лечения. Глава Депздрава подробно описывает, как группа добиралась до места, как работают местные врачи и что говорят жители о том, как они пережили это. Почитать настоящие истории можно в телеграм-канале Алексея Добровольского. Во всем мире сегодня отмечают День медицинской сестры. В вегурских больницах и поликлиниках трудится почти 15 тысяч таких сотрудников. Примечательно, что за последний год медицинских сестер в округе стало больше на тысячу. Ежедневно они приходят на помощь пациентам, проводят процедуры, делают прививки. Вместе с врачами участвуют в операциях и спасают жизни. Так директор окружного Депздрава в своем телеграм-канале рассказал о коллеге, медсестре Няганьской окружной больницы Инне Акатьевой. Вместе с ней Алексей Добровольский работал в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. В профессии югорчанка более 30 лет. Последние три года нашла себя в волонтерской деятельности. Цитирую. Инна Довлатовна, поздравляю вас и всех медсестер округа и страны с праздником. Конец цитаты. В Югре нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов. А смог, который окутал некоторые города и поселки регионы с соседних территорий, принес южный ветер. Отмечу, ландшафтные пожары действуют в Омской, Курганской и Тюменской областях. При этом, по данным специализированной диспетчерской службы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в округе прогнозируется первый-третий классы пожарной опасности. К слову, с начала сезона в Югре ликвидировали два очага площадью 16 гектаров и 12 природных возгораний площадью около 2000 гектаров. В Нижневартовском районе пожарные отправились на дачи, но не отдыхать, а искать взаимопонимание с жителями сотов. Пожароопасный сезон недаром получил свое название, и несоблюдение элементарных правил противопожарной безопасности может привести к последствиям куда более серьезным, чем одна сгоревшая баня. Специалисты проверяют наличие в хозяйствах средств пожаротушения, рассказывают о факторах риска и объясняют необходимость регулярно проверять состояние электропроводки и газового оборудования. Впрочем, дачники со стажем и сами все знают и стараются это соблюдать.